всех приветствую это канал александр котов викинг музыки и я вам с радостью сообщаю что приближается какой-никакой 5 5 новогодний концерт подписчиков моего канала это меня очень радует уже мы с вами дожили к счастью до 5 аж новогоднего концерта представляете сколько мы уже с вами в ю тубе тут все вместе сидим и все новые и новые подписчики прибавляются уже скоро будет я надеюсь в этом году я очень этого жду надеюсь будет уже 10 тысяч подписчиков 10 тысяч викингов любителей баяна гармонии других музыкальных инструментов может быть и других моих рубрик у меня много всяких рубрик вы можете в описании к любому там последнему видео посмотреть много всяких рубрик я хочу их развивать все ну конечно на это надо много времени что уж тут сказать невозможно все рубрики прямо так играть смысле развивать я и так он в перерывах между уроками музыкальной школе играю революционный этюд шопена как упражнение для себя для разминочки о как о какие чудеса творятся так вот поэтому в этом видео я всех кто участвовал кто еще 1 не участвовал кто первый раз увидел мой канал всех подписчиков приглашаю выступить в пятом новогоднем большом я надеюсь или даже очень большом концерте подписчиков моего канала что для этого нужно сделать для этого вы должны записать видео понятное дело понятное дело записать видео видео должны записать специально для моего канала то То есть это должно быть оригинальное видео, которое нигде больше не выложено в Ютубе. Вот, потому что в Ютубе нельзя повторные видео загружать. И вы можете играть любые пьесы. Любые пьесы, какие у вас лучше всего получаются. Ну, хотите, связано это будет с Новым годом. Хотите, не связано. Желательно снимать видео на фоне какого-то новогоднего антуража. То есть какой-то сделать себе новогодний фон. Там, может быть, у вас ближе к Новому году он как раз-таки и появится. Ёлочку, там еще что-то, чтобы это было красиво. Вот, видео, вот запоминайте, кто еще не знает, видео должно быть горизонтальным. Горизонтальным, то есть телефон располагаете горизонтально. Разрешение видео, вот мои видео, которые вы смотрите, просто вот обычные видео. Это 1920 на 1080. Разрешение 30 кадров в секунду. Вот, 60 я не использую пока что. Ну, не знаю, вот пока не использую. Единственное, я, когда компьютерные игры, если снимаю, иногда у меня бывают такие видео, там 60 кадров в секунду. В два раза больше оно и обрабатывается, собственно. Сделать это намного, конечно, сложнее. А вообще, вот эти обычные видео 30 кадров в секунду. Поэтому желательно разрешение 1920 на 1080 30 кадров в секунду. Больше разрешения не надо, то есть 4К, например, не надо. Я с таким разрешением не работаю. Ну, я могу сделать, если у вас по-другому никак, но вообще не надо. Вот, меньше, меньше, если у вас нет возможности имя 1920, можно и меньше. Можно и меньше, это я все сделаю. Просто, сами понимаете, будет тогда похуже смотреться картинка. Записывать, понятное дело, вы должны на самый хороший телефон, какой у вас есть, чтобы лучше было видео и звук. Конечно, желательно, у кого есть, а я знаю, есть у некоторых подписчиков и микрофоны, желательно, конечно, на микрофон себя записывать, на отдельный. Потом совместить эти дорожки. Либо мне все выслать, я могу сам все это смонтировать. Вот, перед записью только сделайте такой хлопок. Я по нему сориентируюсь, как дорожки совмещать, если вы через микрофон будете записывать, потом, чтобы совместить с видео. Вот, можете записать, значит, несколько пьес. Обратите внимание, перед тем, как вы начнете играть пьесу, вы просто сядьте, замрите, подождите какое-то время и начинайте играть. То есть, не сразу, не сразу. Это тогда будет более удобно для монтажа. И когда закончите играть пьесу, тоже вот сыграли, все, и посидите чуть-чуть. А сразу, например, сыграли, и тут же бросаются камеру убирать. Сразу бросаются. И поэтому там приходится резко обрывать. И кажется, как будто я резко оборвал. Это не я резко оборвал. Такое видео, понимаете? То есть, по бокам лучше делать паузы. Конечно, каждую пьесу можете записывать отдельным видео. Вот. И видео присылайте мне. Значит, ВКонтакте мне лично пишите. Я вам, может, что-то подробнее еще расскажу, поясню. ВКонтакте обязательно мне лично пишите. И видео высылайте на Яндекс.Диск. Или спрашивайте у меня ВКонтакте. Я вам почту скажу. Вот. В общем, чтобы я это видео посмотрел. Чтобы я его мог скачать и использовать. Также, если вы... Ну, вообще, желательно, конечно, это всем. Даже если вы не первый раз участвуете. Это все. Надо вот эту всю информацию собирать. Не знаю даже, как лучше сделать. Я имею в виду, что мне нужно знать, что сказать о вас. То есть, напишите о себе какой-то рассказ. Даже если вы участвовали, напишите снова. Или посмотрите, где вы это писали. Вышлите мне эту информацию снова. Вот. Может быть, у вас что-то изменилось. Также высылайте мне ссылки, если у вас есть свой канал. Я про него скажу, что он есть. И подписчики смогут на него перейти. В описании сделаю ссылки. Все, как обычно, это все будет. Такое, значит, объявление я официальное делаю. Напишите мне ВКонтакте. Можете даже, в принципе, ну, либо когда вы уже снимете. Либо когда уже снимете. Либо уже, когда время подойдет, уже поближе, когда вы будете снимать. Вы мне напишите ВКонтакте, что вы снимаете и там когда-то вышлите. Когда именно? Когда именно? Ну, давайте где-то до 30-го. Уже надо все это число выслать мне. Потому что я буду монтировать, как обычно. Как обычно, я так понимаю. Ну, наверное, 31-го. 30-го или 31-го. Скорее всего, все-таки 31-го. Да, то есть вот почему-то последние вот эти все года у меня в Новый год вот ассоциируется. Не просто там мандарины, поздравления там по телевизору, грубо говоря. Там на улице фейерверки всякие. А еще у меня это ассоциируется с тем, что я сижу и можно даже сказать, вот эту новогоднюю ночь я монтирую вот это все видео. Это же ждать потом, пока оно обработается. Все это смонтировать, слова снять. Очень, ну, трудно, непросто. И поэтому вот я этим всем занимаюсь. Но мне это интересно, если честно. Если честно, мне это очень интересно. И хотелось бы, чтобы побольше подписчиков поучаствовало и новых человек хотелось бы увидеть. То есть давайте в этом году устроим очередной праздник, очередной новогодний концерт подписчиков моего канала Александр Котов, значит, Викинг Музыки. О как! О какие чудеса у нас происходят. И особо интересно в этом году то, что этот концерт у нас юбилейный, пятый и плюс намечается у нас. Может быть у нас даже в Новый год вот эта мечта моя сбудется, что у нас еще и юбилейное число подписчиков. Вот 10 тысяч. Представьте, в Новый год как заходите, 10 тысяч подписчиков и пятый новогодний концерт. О как! Да, это давайте постараемся, сделаем так, чтобы это было очень круто. Вот. Ну, может быть уровень игры в принципе любой, конечно. Я не буду как-то особо придираться. Вы можете как быть как и профессиональным баянистом, так и любителем. Вот. Ну, хотя бы чтобы это было узнаваемо, чтобы можно было понять, что за мелодию вы играете. В общем, посмотрим, посмотрим. Не исключено так же, вот как и в прошлом году у нас было, что может быть после новогоднего концерта еще будут выходить в новогодние праздники разные выпуски. Если кто не вошел в новогодний концерт или не успел, допустим, послать мне уже, бывает, потом посылают. Поэтому можно попозже. Либо просто, если вы захотите выступить, но именно сольно. Время, чтобы я про ваш канал рассказал, уделил вам больше внимания, вот. Ну, либо, если кто стесняется прямо сольно, давайте все-таки среди всех участников нужно себя показать. Это тоже очень интересно. Вот. И вторая тема этого видео. Давайте поможем музыкальной школе, где я работаю, нашей музыкальной школе, продвинуться, так сказать, в Ютубе. И давайте после этого видео все перейдем на Ютуб-канал нашей музыкальной школы, вот где я работаю. И подпишемся на этот канал, а также ознакомимся. Там не сильно много видео, но уже они есть, они время от времени выходят. То есть, наша музыкальная школа над этим работает. Выходят видео интересные, различные видео. На этом канале есть одно, ну, может, не то чтобы уникальное, но для меня оно вот особо мне, оно ценно, это видео. Для меня оно, конечно, уникальное. Оно есть только на Ютуб-канале вот нашей музыкальной школы. На моем канале такого видео нет. Это мой сольный концерт, да. Ну, на моем Ютуб-канале есть эти видео отдельно, но вот так, чтобы с сольным концертом. Это только там. То есть, это уникальное видео. Можете его, ну, я думаю, его все уже смотрели. Там больше всего просмотров мы набрали. Класс. Но, если вы не смотрели, обязательно посмотрите. И также там есть и другие интересные видео, все возможные концерты. Зайдите обязательно и посмотрите. Давайте договоримся. Вот несколько последних видео обязательно посмотрите. А может и все вы посмотрите, мало ли. Если у вас есть время, посмотрите. Там не сильно много видео. Можно их изучить, поставить лайк, посмотреть. Вот. Поэтому давайте, давайте сделаем подарок к Новому году нашей музыкальной школе, нашему директору, чтобы она удивилась. Вот. Откуда столько подписчиков пришло. И чтобы было побольше просмотров. Там еще канал как бы небольшой. Небольшой. По-моему, 99, что ли, подписчиков. Или уже 100. Не помню. Вот. Небольшой канал. И в Ютубе просто так невозможно набрать много просмотров. Это нужно каждый день выкладывать, выкладывать, специально этим заниматься. Конечно, в музыкальной школе это сложнее, но там хорошее видео, качественное. То есть, если уж выкладывают концерт, вот так там мы работаем над тем, чтобы это вот прямо хороший был концерт, скажем так. Вот. С ведущими там все это из архивных всяких записей. Ну, там много всего интересного на самом деле. Посмотрите, ознакомьтесь, пожалуйста. Вот. Это значит вторая тема этого видео, что вот все переходим на Ютуб-канал музыкальной школы. О, как! Музыкальной школы. Ну, вот на этом, пожалуй, и все. То есть, я вас приглашаю участвовать в пятом новогоднем концерте и подписаться на Ютуб-канал музыкальной школы и посмотреть видео. Вот такие дела. Давайте продолжаем нашу работу, продолжаем снимать различные рубрики, различные видео. Все, я пошел. Уже вот ноты у меня стоят. Сейчас я что-нибудь придумаю, что-нибудь еще запишу. Да, что делать? А что делать? Что делать? Вот я сегодня пришел с работы уже вечером. Вот сейчас уже, наверное, часов 8-9 где-то так. И это так. А я думаю, надо встретиться с дорогими подписчиками. Вот это все поставить. Это же я все специально ставлю. Все это готовлю. Микрофон и все. То есть, это очень трудно. Это у меня работа продолжается, так сказать. Пришел вечером домой, работа продолжается. О, как! Ну, так не каждый день бывает, но есть некоторые дни загружены. В этом году, то есть, побольше даже нагрузки. Поэтому вот так. Так что уж извините, так сказать, работы хватает. Поэтому можно иногда и динозавриков посмотреть. О, как! О, какие чудеса у нас творятся! Динозаврики какие-то появились. Кто еще не видел, посмотрите. Феноменальные, я считаю, все-таки динозаврики. Мне нравится. Мне это интересно. Интересно. Но помимо динозавриков, еще, конечно, много всего у нас интересного. Все, давайте, пошел я записывать следующее видео. Сегодня у нас будет, я уже смотрю на ноты, уже думаю, что дальше делать. Все, переходим и смотрим канал музыкальной школы и думаем, что вы будете играть у меня на новогоднем концерте. О, как! Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok